МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внезапное и резкое падение цен на нефть спровоцировало активные распродажи финансовых инструментов на рынках. Оно угрожает серьезными последствиями экономикам Латинской Америки и Ближнего Востока, а также экономике Соединенных Штатов, где на долю энергетического сектора приходится значительная часть производства и долговых обязательств. 18 из 20 трейдеров, опрошенных агентством Bloomberg, считают, цитата, Цена на нефть марки Brent понизится до 20 долларов за баррель или еще ниже, а нефть марки WTI будет торговаться еще на 3-5 долларов дешевле. Такая низкая цена, как ожидается, может держаться как от нескольких недель, так и до конца года, полагают трейдеры. Издание продолжает. Часть игроков начинают покупать топливо, чтобы сформировать запасы. Это может привести к росту предложения на рынке. Однако будет работать ровно до тех пор, пока не наполнятся складские резервуары. Другие убеждены, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители больше не смогут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. О чем хотят договориться ОПЕК и американские сланцевые производители? Журналисты Wall Street Journal, Саммерсет и Бенуа Факон рассказывают, как можно добиться перемирия в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Издание напоминает, ранее в марте организация стран экспортеров нефти и Россия не смогли договориться о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти. На снижении настаивала Саудовская Аравия, считая это эффективным ответом на падение спроса, вызванное пандемией коронавируса. Цитата. «Москва решила ударить по американской сланцевой индустрии при помощи более низких котировок. Однако Эр-Риад резко отреагировал. Саудовская Аравия пообещала снизить цены на свою нефть и увеличить объемы добычи. На фоне конфликта мировые цены упали ниже 30 долларов за баррель», говорится в статье. На прошлой неделе Мухаммед Баркиндо, генеральный секретарь организации стран экспортеров нефти, побеседовал с Райаном Ситтоном, который отвечает за освоение нефтяных месторождений в Техасе. Стороны единодушны в том, что для обеспечения экономической стабильности должна быть заключена международная сделка по вопросу об объемах добычи. По словам саудовских дипломатов, решение американских производителей сократить добычу подтолкнет россиян к возобновлению переговоров с Саудовской Аравией. Пока что нет признаков того, что США и ОПЕК будут сотрудничать. Однако регулятор Техаса все же рассматривает возможность уменьшить уровень добычи в крупнейшем нефтедобывающем штате США впервые за десятки лет. Такого мир еще не видел. Журналисты шведского издания «Афтонбладед» Ханс Вольфганг и Микаэль Хансен называют пандемию коронавируса большим и доселе невиданным экспериментом и рассказывают, что ждет экономику планеты, когда все закончится. «Мы проживаем удивительный период, когда заморожена большая часть мира. На неопределенный срок введен режим изоляции, чтобы победить невидимого врага. В глобальном масштабе это может спасти жизни десятков тысяч людей, но также и разрушить благосостояние, которое мир строил много лет», пишут авторы. Цитата. «Ни один политический лидер или глава Центрального банка сегодня не могут объяснить, как поддерживать жизнь в отраслях, которые за неделю от полноценной активности перешли к полной заморозке. Кто-то должен платить зарплаты сотрудникам авиакомпаний и туристических фирм по всему миру, а ведь вслед за ними могут быть парализованы и другие отрасли», — говорится в статье. «Тысячи предприятий, которые еще неделю назад приносили прекрасный доход и развивались, теперь могут исчезнуть. Это значит, что миллионы людей по всему миру станут безработными. Пока что», — подводит итог авторы, — «мы можем лишь сидеть в своей добровольной изоляции и смотреть, как экономики планеты идут к краху семимильными шагами», — констатирует Афтон Бладет. Французское издание «Фигаро» опубликовало советы психологов о том, как обрести мир и спокойствие в замкнутом домашнем пространстве. «Если вы живете одни или без ребенка, возникает соблазн поспать утром подольше, но это может навредить нам в долгосрочной перспективе. Нужно придерживаться дисциплины», — уверяет психотерапевт Селин Трант. «Вставать и ложиться в одно время, по утрам одеваться и заниматься собой, словно ничего не случилось. Распорядок успокаивает нас, дает нам чувство контроля. Объясняют эксперты и рекомендуют в том числе усилить самоконтроль, чтобы не действовать на нервы домочадцам, разбросанными вещами или грязной посудой. Хорошо также поддерживать связь с родными и друзьями через соцсети и мессенджеры, строить планы на будущее и прекратить обновлять статистику. Это не приводит ни к чему, кроме психоза», — заключают специалисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова